МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, значит, сегодня мы с вами говорим о методах лечения или способах лечения родовых травм, и речь пойдет о определенной системе. Понятно, что то, что я буду говорить, это вариант, ну, где-то может быть близкий к тому, что вот, ну, к идеалу я не хочу сказать, но к максимально возможным методикам, которые как бы хороши, когда они идут в комплексе. Понятно, что весь комплекс, он достаточно сложен в... как бы в осуществлении его полностью, но надо понимать, что мы как бы рекомендуем возможные варианты. Значит, опять же напомню, что речь идет о лечении в какой-то степени, в каких-то моментах он носит, эта методика, этот комплекс носит характер больше, скажем, профилактически предупредительный, потому что мы с вами говорили, что клинические проявления, они самые разные, и даже какие-то микросимптоматика, она может говорить о том, что есть повреждения, что повреждения выражены не сильно, вот, и проявится эта клиника впоследствии, не проявится, нечего это ждать. Здесь нужно просто принимать меры, которые где-то, ну, будем считать, носят в легких моментах, в легких степенях повреждения характер профилактики. Поэтому вопрос сразу вот о том, стоит использовать какие-то методы лечения, когда симптоматика выражена чуть-чуть или не, ну, слегка проявляется, вот, или сомнительно, то есть, как бы, да, мнение, что вот, ничего страшного, надо подождать, а вдруг все пройдет, вот это вот, а вдруг оно, как бы, не работает в данном случае, потому что, ну, здесь нечего гадать. И те меры, о которых я буду говорить, они, собственно говоря, не носят характер обременительный, с одной стороны, с другой стороны, они в любом случае могут носить, скажем, да, характер такого, ну, установительного плана, плана повышения иммунитета, повышения активности скелетно-мышечной системы ребенка. То есть, в любом случае, эти методики, они приносят пользу. Поэтому говорить о том, что стоит, не стоит, ну, здесь нет никакого смысла. Итак, с чего же начинать? Значит, сразу, ну, я не буду повторять ситуации, когда мы заподозрим или диагностируем какую-то возможность повреждения шейного отдела позвоночника, то есть, когда мы говорим о родовой травме, есть, нет, об этом мы уже не говорим. Значит, с чего начинать, что делать? Ну, во-первых, надо начинать с общих моментов. Что может делать? Давайте разделим, как бы, да, на три таких пакета, да, на три вот таких, как сказать-то, слова. Значит, первый пакет, да, это то, что могут делать родители сами. Для чего не нужна консультация специалистов, не нужны никакие анализы. То, что родители могут начинать. Первое – это элементы массажа новорожденного ребенка. И у нас был специальный курс, по-моему, даже не одна лекция, посвященная массажу детей первого года жизни и определенных упражнений, с которыми родители могут заниматься с ребенком. Значит, это, вот я туда отсылаю. Значит, это надо начинать сразу же, независимо от того, надо делать с каждым ребенком, потому что даже если все в идеальном порядке, это носит элементы улучшения физического развития и закаливания. Это раз. Второе – я бы настоятельно рекомендовал, опять же, всем, независимо от этого, но для детей травмированных это будет носить исключительно лечебный характер. Это методика грудного плавания. Что это значит, как это делать? Давайте здесь остановимся более подробно, хотя я об этом тоже рассказывал. Значит, в любом, в любой большой посудине, ну, ванна, ванночка, там, корыто. Ну, ведро для этого не подходит, но вот корыто подходит. Значит, что мы делаем? Да, ну, вода температуры, той, при которой мы обычно ребенка купаем, наливается вода, кладется ребенок на спину. Это можно начинать практически с рождения. Ну, с того момента, когда мы начинаем купать ребенка, независимо от того, насколько зажила пупочная ранка, от этого зависит и кипяченая вода или обычная. Понятно, что если, ну, напомню, так скажем, да, что если пупочная ранка еще не зажилась, не затянулась, то вода, в которой купаем ребенка, должна быть кипяченой. Так вот, эта вода наливается достаточно полно. Ребенок кладется на спину, на руку родителю. То есть, да, рука лежит под ребенком в воде. И вода должна доходить, она должна закрывать шею. То есть, когда ребенок лежит и голова запрокинута, да, то вода должна доходить вот до сих пор. Если есть какие-то, скажем, ну, сомнения или боязнь, что вода попадет в ушки, то уши можно закрыть. Есть вот, да, ватные тампоны, там какие-то вот эти вот беруши, которыми закрывают ушки, да, можно в конце концов сделать из целлофанового мешка такие вот, можно делать какие-то шапочки, которые плотно закрывают, да, не допуская воду до ушей. Но в любом случае шея должна находиться под водой. Ребенок лежит на руке, вот так, да, его голова, значит, и ровная поверхность спины. И здесь, ну, нужно держать достаточно так уверенно, потому что ребенок, особенно если он немножко постарше, скажем, месяца два-три, он будет там активно, активно, обычно детям это нравится, активно махать руками, ногами, крутить шеи, поэтому держать нужно довольно крепко. Но вот эта вот активизация ребенка в воде, она идет только на пользу. Значит, сразу буду объяснять, что это дает для того, чтобы не быть голословным, чтобы родители понимали, что, собственно говоря, происходит в этот момент. В этот момент расслабляются мышцы, которые удерживают шейный отдел позвоночника. И как только мышцы начинают расслабляться, вот эти вот позвонки, начинают занимать то положение, которым они должны быть. То есть они, ну, грубо говоря, так, по-простому, вставляются на место. Соответственно, освобождаются зажатые сосуды, освобождаются зажатые нервы, и кора головного мозга получает то, чего ей не хватает – полноценное питание кровеносное и лимфатическое. Поэтому грудное плавание, ну, назовем это так, да, это может быть ванночки, кто как назовет, неважно. Но это процедура, которая очень полезна для ребенка, и в отличие от некоторых методик, ее можно делать самостоятельно раз, и ее можно делать, не дожидаясь никаких врачебных консультаций, рекомендаций и так далее, и так далее. Если у вас есть возможность посещать бассейн, то здесь ситуация немножечко меняется. Значит, я настоятельно рекомендую осуществлять такое мероприятие, если мы говорим о бассейне, в бассейне родителей. То есть мама или папа залезает в воду в бассейн с ребенком и осуществляет эти же действия, но уже под присмотром инструктора, потому что, ну, чтобы там не потонули оба, потому что мама, занятая ребенка, может просто потерять ориентацию в бассейне и начать самой тонуть. Поэтому тут важно, чтобы еще кто-то был, который будет следить за ими огонь. Хочу сказать сразу, что методику грудного плавания знают, ну, довольно небольшой контингент специалистов. Обычно это люди, которые проходят именно обучение по раннему грудному плаванию лечебному, потому что есть грудное плавание, когда методика оздоровительная, то есть инструктор с ребенком, ребенок в бассейне, там маленький, да, он там бултыхается, инструктор там поддерживает. Вот, это не то. Это не та методика, она никакого отношения к лечебному грудному плаванию, о котором я говорю, не имеет. Здесь должна быть специальная подготовка. Поэтому старайтесь делать это сами. Потому что, ну, родители обычно, они более серьезно к этому относятся, более строго. И учитывая, что там особо нет ничего сложного, самое главное именно вот уровень воды, чтобы уровень воды достигал вот шеи. Иначе это бессмысленно. Это вторая процедура, которую могут делать родители сами. Значит, момент третий. Значит, момент третий – это элементы уже восточного массажа, которые можно применять, опять же, практически любому новорожденному, с любого возраста. Значит, один из основных методик, применяемых вот из группы восточного массажа, это массаж гуаша. Опять же, я отправляю родителей к нашей энциклопедии для родителей, где я показывал эту методику. Вот. Она многократно демонстрировалась в наших роликах. Вот. Опять же, я хочу сказать сразу, что возраст ребенка – не противопоказание. Это можно начинать с любого возраста. И делаем мы массаж гуаша исключительно для улучшения крова и лимфотока именно шейного отдела. То есть, ведя скребком вдоль позвоночника и делая вот такую елочку, ну, рисунок, да, это получается, мы резко усиливаем крово- и лимфоток, соответственно, в том числе для шейного отдела. Здесь, опять же, не надо никаких особых навыков, особых знаний. Все это есть в нашей энциклопедии. Она для этого, собственно говоря, и создавалась. Значит, следующий момент, который мы можем делать практически с новорожденности, это элементы работы с кистями и стопами ребенка. То есть, это и массаж, и упражнения, направленные на развитие стоп и кистей – раз, и отдельно пальцев, руки, ног – два. То есть, это может быть и массаж, и упражнения, связанные с вот работой пальцев. Кстати, вот мне интересно обратить ваше внимание на то, что в детских играх фольклорных, да, вот интересно, что, вот, по-моему, не знаю, вот, может быть, семьи, живущие за пределами стран бывшего Советского Союза, согласятся со мной, не согласятся, но я думаю, что ни в одной стране мира в фольклоре детском нет таких игр, которые для нас-то привычны, а на самом деле они носят совершенно конкретный развивающий характер. Я имею в виду, скажем, такие, ну, игры с ребенком, вот мы не задумывались, почему они вообще появились, да, на самом деле они появились, потому что они не только, как бы, да, ребенка развлекают, но они ребенка лечат. Ну, например, скажем, да, вот обратили внимание, что основные такие прибауточки, да, они связаны с работой руки пальцев. Ну, например, банально, да, ладушки, вот те же ставлена самая сорока-воровка, да, вот, смотрите, каждый палец, да, фактически подключается к игре. На самом деле это несет очень большой лечебный смысл. Почему? Потому что в дальнейшем мы будем говорить о влиянии мелкой моторики на кору головного мозга ребенка. И я вам буду доказывать, что вот эта вот связь, она имеет огромное значение для развития ребенка. из самых первых дней, вот эти вот, казалось бы, банальные игры, банальные, ну, не развлечения даже, а банальные упражнения с ребенком, они несут лечебный характер. Поэтому мы работаем с пальчиками отдельно, да, каждый пальчик разминается, каждый пальчик получает определенную физическую нагрузку. Я говорю пока ребенок, о детях совсем маленьких, да, новорожденных, первый месяц, потому что ребенок не может еще, да, с пальцами своими, как бы, вот, работать, а родители могут. Поэтому это надо подключать. Дальше, момент следующий. Очень важно правильно подбирать игрушки, с которыми ребенок, вот, играет. Значит, на самом деле, вот, очень важно донести до родителей, и для бабушек, и дедушек, то есть для всех, кто общается с ребенком, что игрушка для ребенка – это не только средство развлечения, но и средство лечения и развития коры головного мозга ребенка. Почему? Потому что элементы, которые осуществляют физические, да, те движения, которые осуществляет ребенок, играя, они на самом деле являются элементами лечебными. Значит, о чем идет речь? Речь идет, первое, о элементе хватания. Вот здесь очень важно, да, вот мы, скажем, считаем, что чем больше игрушка для ребенка, тем солиднее, тем серьезнее. Вот, да, покупают новорожденному там каких-то плюшевых медведей или больших мячей, которые лежат рядом и считают, что вот ребенок на них смотрит и получает удовольствие от этого. Этого больше родители получают удовольствие от того, что они это покупают. На самом деле толк от этого практически никакого. А вот игрушка, которую ребенок потенциально может взять в руки, да, это раз, это уже шаг к, скажем, к моменту лечения. То есть момент хватательного движения, момент удержания – это первый этап. Второй этап – это этап отпускания. То есть вы должны не только, играя с ребенком, ему дать, и чтобы он вот держал и там тащил это в рот. Здесь элемент разный, да, то есть взять и отдать, а именно, вот, да, работа. Сжимание-разжимание. То есть это физические упражнения, которые на самом деле оказывают влияние на развитие коры головного мозга, как следствие этого то лечения, о котором мы с вами сегодня говорим. Значит, следующий элемент работы с игрушкой – это элемент перекладывания. То есть перекладывание из одной руки в другую. Здесь очень важно полноценная работа обоих частей тела, то есть двух рук, ну и двух ног, соответственно. Значит, нет такого понятия. Вы довольно часто говорите, что, да, вот ребенок предпочитает одну сторону, ну, допустим, в правой руке он удерживает, и вот мама, значит, довольна и счастлива. Вот у нас там все правшие, ребенок, понятно, да, правой рукой. На самом деле это не совсем так. И развивать нужно обе стороны, потому что разные полушария воздействуют у ребенка, и каждая полушария отвечает за определенные функции. Поэтому они должны развиваться одновременно и достаточно активно. Иначе будет страдать либо физическая, либо эмоциональная сфера ребенка. Соответственно, для наших детей очень важно полноценное развитие обоих сторон и, как следствие, обоих полушарий. Поэтому вариант, когда ребенок перекладывает, да, из руки в руку, да, вот этот вот момент, или мы даем две игрушки, и он как бы одномоментно одинаково работает двумя руками, это правильно, это полезно. Следующий момент, на который мы должны обратить внимание и который мы можем использовать в качестве вот такой зарядки или работы, это работа с ногами, а именно вариант толкания ногами, да, когда ребенок, ну, это ноги представим, да, когда он толкает что-то, будет толкать рефлекторно, но очень важно, чтобы работало не коленный сустав, а голеностопный, вот это вот движение очень важно. И мы можем заниматься физически и пассивно, да, то есть мы можем делать вот такие упражнения. Об этом мы говорили с вами, когда говорили о массаже физических упражнениях детей первого года жизни. И, может быть, Настя еще, я ее не вижу сегодня, еще раз опубликует это, ну, на сайте, как бы, или ссылку какую-то, да, чтобы родители вспомнили, вот, и пассивно, да, то есть когда родители сами это делают, и второй момент, когда родители, понятно, ясно, привет, Настя, значит, и когда родители заставляют ребенка работать, как это сделать? К стопам чего-то подносим, и нога чуть согнута, и ребенок чисто рефлекторно будет отталкивать этот предмет, вот, опять же, работы двумя ногами. Значит, это мы говорим с вами о том, что могут делать родители сами. Достаточно большая, большая нагрузка. Здесь я хочу сказать вот что. То, что мы говорим всегда, и Давид об этом говорит постоянно, ИСФ об этом говорит постоянно, что достаточно много, если не все, зависит от настроя родителей. Если родители настроены на серьезную работу, я напомню, что любое лечение родовых травм, любое лечение органических поражений коры головного мозга, это тяжелая физическая работа именно не только для ребенка, потому что ребенок работает, но и для родителей. И это требует, первое, постоянства, то есть это должно быть постоянная работа изо дня в день, монотонная, нудная, забирающая большое количество времени. Пока я не говорил о том, что там она имеет какие-то там финансовые расходы, то есть вот это ничего не требует от родителей, кроме как настроя и кроме как вот такого планового, стабильного, постоянного, постоянной работы. Иначе ничего не будет. Если родители вспоминают от случая к случаю, что надо, ой, вот там, что-то я давно с ребенком не занималась, можно даже не начинать. Эффекта никакого не будет. Такие случаи у нас есть, мы это знаем. Вот, когда родители говорят, ой, я там вот неделю работала, я не могла, вот сегодня эту неделю я буду дома, я буду ребенком заниматься. Можно даже не начинать. Так не бывает, что эффект придет от того, что мамы об этом думают. Даже если они сидят и медитируют, что вот мой ребенок поправится, а я буду сидеть медитировать и ничего не делать. Он не поправится. С ним надо работать. Теперь переходим к второму пакету, который подразумевает, как бы, помощь уже извне от специалистов, но, скажем так, специалистов, но общей квалификации. Что это значит? Ну, это значит, например, что ребенку нужно начинать делать массаж, массаж профессиональный, лечебный, который, помимо того, что работает мама, будет работать массажист. Давайте определим критерий сразу, которому должен соответствовать профессионал для работы с вот такой, с такими детьми. Во-первых, специалист, который будет работать с таким ребенком, должен обладать определенным образованием, а именно, это должен быть детский массажист. Значит, еще раз хочу довести до вашего сведения, что массаж ребенка и массаж взрослого человека – это две абсолютно разные методики. Не может массажист, имеющий подготовку, скажем, вот как общей практике, специалист, работать с детьми младше 19 лет. Это совершенно другая техника. Ребенок – это не взрослый в миниатюре. Если специалист говорит, я вот там работал со сборной Советского Союза по вольной борьбе, то массажировать ребенка в возрасте 2-3-4 года он не может просто, это совершенно другая техника. Даже если он спасал там тяжело травмированных людей, взрослых, он не знает, как работать с маленькими детьми. Это раз. Второе. Это специалист, который обучен детскому массажу в норме, он не может работать с травмированными детьми. Это разные методики. Специалист должен быть обученным работать именно с патологией, а именно с родовой травмой. Он должен уметь это делать. Иначе, ну, это может плохо кончиться, потому что обычно такие люди, особенно имеющие какой-то опыт, они достаточно самоуверенные, и это приводит к очень неприятным обычно последствиям. Третий момент. Когда я говорю о массаже, я говорю только о массаже. Никаких других манипуляций с ребенком, специалист, владеющий массажем, проводить не должен, а именно, не каких-то мануальных движений. Что это значит? Это значит каких-то там грубых дерганий или поворотов, или каких-то вращательных движений, или каких-то сгибаний, разгибаний, каких-то конечностей, кручений, верчений, то есть каких-то манипуляций, кроме массажного движения. Опять же, да, ориентир мы берем, то, что я вам показывал на лекциях. Да, специалист с ребенком делать не должен. Значит, если... Сейчас давайте я вам скажу, на что нужно обратить внимание, как отличить, потому что все все знают, все все умеют, да, вообще в мире каждый человек очень хорошо умеет делать три вещи. Это учить, лечить и руководить. Вот, это может делать любой, как все считают. На самом деле ничего подобного. Итак, на что нужно обратить внимание со стороны, чтобы понять, что специалист понимает, что он делает? Во-первых, основная область, с которой должен начать работу массажист, понимающий, что он делает, а именно владеющий навыками работы с детской патологией, это ситуация, когда он начинает работать с шеей. Даже если проблема в ногах, даже если там повышенный тонус, и вызвали массажиста для того, чтобы он, скажем, да, убрал, вот, ну, ходьбу на цыпочках, или, там, скажем, не до конца, когда ноги не до конца, скажем, да, разгибаются в коленных суставах, или какая-то спастика в руках, такой специалист должен начинать работу шейного отдела. Это не значит, что он должен шею крутить, это не значит, что он должен шею там как-то тянуть, это значит, что он должен работать вот с этими мышцами, да, ребенок может лежать сначала на животе, потом на спине, но руки массажиста в любом случае, они должны разминать мышцы, идущие от плеча, плечей, вот, да, от зоны лопаток вверх к затылочному бугру, или, наоборот, от затылочного бугра вниз к плечевому суставу, делать это достаточно мягко с одной стороны, с другой стороны достаточно цепко, то есть, да, вы должны видеть, что руки массажиста, они не просто гладят нежно ребенка, они работают с мышцами, то есть, мышцы находятся в его руках, и движение – это исключительно разминательное движение мышц, и только потом, после шеи, массажист уходит на те проблемные места, которые, собственно говоря, вызывают вот это клиническое проявление. Значит, да, первый человек, с которым вы должны столкнуться извне, еще раз повторяю, это детский массажист, работающий с патологией, знающий это, я не могу сказать, что их много, не каждый массажист, работающий с детьми, умеет делать массаж с патологией, значит, сразу предупреждаю вопрос, если приходит массажист, вот детский, и работает с ребенком, как бы, да, он не знает патологии, он работает вот как детский массажист, плохо это или хорошо, это неплохо, вот, для ребенка это хорошо, но вы должны понимать, что родовую травму, это не лечит как следует, это поднимает общий тонус ребенка, это является, ну, таким, где-то развивающим, закаливающим элементом, но говорить о том, что вот мы проделали там пять курсов такого массажа, и, наверное, мы вот получили какой-то лечебный эффект, но этот лечебный эффект будет минимальным, это мы должны понимать очень четко, и понятно, что, скажем, если мы не нашли специалиста в области патологии, то можно пригласить обычного детского массажиста, это лучше, чем ничего не делать, но это хуже, чем вот профессионал конкретный в данной области. Понятно, я думаю, да? Значит, следующий момент, с которым мы начинаем подключать, это специалистов, третий пакет, скажем, да, это специалисты более узкого профиля, и самым главным, наверное, или, там, скажем, двумя главными специалистами, которые должны работать с ребенком в плане лечебного момента, это специалисты двух разных, подчеркиваю, разных методов. Первый метод – это метод краниосакральной терапии. Давайте остановимся и определимся, что это такое, потому что таких специалистов становится все больше и больше, и даже вот среди абитуриентов, приходящих ко мне на курс, приходят великие знатоки краниосакральной терапии, которые посмотрели в интернете, как это делается, попробовали, да, и довольны и счастливы, считают, что они хорошо во всем разобрались и вот готовы всех подряд лечить. Значит, на самом деле таких специалистов мало. Почему? Потому что методика достаточно сложная в обучении и достаточно сложная в понимании того, того, что, собственно говоря, происходит. В чем сложность? Значит, давайте я два слова скажу. Вот здесь, я не знаю, хочу посоветоваться с Давидом Несефой и доктором Риммой, есть ли смысл подробно говорить о каждой методике или посвятить этому отдельные лекции, потому что, скажем, что такое вот крайне сакральная терапия, остеопатия, как они отличаются друг от друга, вот, говорить об этом сейчас и, скажем, если не хватит времени сделать лекцию вторую или говорить в общих чертах, о методиках поговорить отдельно, как лучше, как вы считаете? Я думаю, что лучше отдельно, тогда легче искать потом, то есть можно сделать соответствующий заголовок, то есть не то, что там лекция 1-2, а конкретно вот это лекция про остеопатию, это лекция про крайнюю сакральную терапию. Хорошо, да, если согласны, тогда я не буду вдаваться в подробности самой методики, просто расскажу, как это выглядит, вот, чисто, что должен делать доктор. Так вот, крайнюю сакральная терапия это терапия, направленная на восстановление крайнюю сакрального ритма. Ну, просто два слова, что это такое, крайнюю сакральный ритм, это движение спинномозговой жидкости от крестцового отдела, сакрум это крестец, до твердых мозговых оболочек коры головного мозга, до черепа, то есть практически вдоль всего организма, вдоль всего позвоночника поднимается спинномозговая жидкость по единому каналу, параллельно уходя и охватывая все органы и системы человеческого организма, включая пространство коре головного мозга и наполняемость или давление внутри черепного вот в этих пространствах, они определяют практически все функции центров коры головного мозга. Поэтому умение воздействовать на этот ритм, это вот собственно говоря и искусство специалиста. То есть специалист должен, первое, чувствовать этот ритм, это чисто такой энергетический момент, да, это особенность, ну скажем, качества специалиста. И второе, он должен уметь, ну, грубо говоря, тогда по-простому, своей энергией научиться регулировать этот ритм у пациента. То есть он должен заставить этот ритм работать так, как этот ритм должен работать, да, ну вот примерно это мы можем говорить о том, что когда, скажем, сердце, сердце стучит сильно, тахикардия, да, то мы добавляем какие-то капельки, там, валерианочку, да, или какую-то таблеточку, которая этот ритм уменьшает, да, сердечный. Вот руки крайне сакрального терапевта, они носят характер вот этих вот капелек и таблеточек, то есть он своей энергией этот ритм восстанавливает, и тогда меняется давление практически во всех структурах и органах, которые охватывает лимфатическая система и работа этих органов восстанавливается, ну так это очень кратенько и по-простому, поэтому есть определенные места в человеческом теле, которые позволяют этот ритм уловить. Таких мест минимум три, но как правило крайне сакральные терапевты работают с одним, с одной областью, почему с одной, это удобно чисто технически, тут нет никаких особенностей, чисто технически удобно. Это места, так, сейчас я посмотрел, это места вот, это затылочная кость, примерно середина расстояния от позвоночника до ушных раковин, вот здесь, если мы спускаемся по затылочному бугру, попадаем в определенные ямки, и ощущение, что специалист ничего не делает, вот он сидит вот в таком положении, ну, как там это, восточный йог, вот он сидит, иногда говорят, вы что там, доктор, уснули, что ли, над ребенком, на самом деле, вот это вот единая структура энергетическая, в которой оказывается врач и ребенок, да, благодаря его рук, она требует, ну, полной сосредоточенности, иногда даже специалист, действительно, он отключается от окружающей среды, вот, полное ощущение такой вот, ну, не астрала, вот такой вот, ну, очень мощной концентрации, иначе это очень сложно уловить, поэтому все, практически доктор больше ничего не делает, если начинаются какие-то движения, если начинаются какие-то там шептания, или начинаются какие-то там элементы работы с шеей ребенка, это уже другая методика, значит, очень часто специалисты, владеющие храниосакральной терапией, владеют и методикой остеопатии, что такое остеопатия, остеопатия это работа, но изначально это работа связанная с соединением костей, ост это кость, в переводе с латинского патио это патология, то есть патология связанная ну не с костями буквально, а соединение, изначально остеопатия и классическая остеопатия это работа с костями черепа, и направленная она на то, чтобы работа специалиста приводит к нормализации внутри черепного давления, по сути своей храниосакральной терапии и остеопатии она подходит к друг другу очень близко, то есть и там и там специалисты работают благодаря воздействию на спинномозговую жидкость, то есть на лимфатическую систему, но методики разные, потому что краниосакральный терапевт работает с ритмом, а остеопат работает с конкретно механическим воздействием, то есть кости черепа соединены не так жестко, как мы представляем, и движение костей черепа благодаря швам, я об этом буду более подробно рассказывать, когда мы решили, когда буду знакомиться с методикой, вот, это методики, да, эти швы неплотны, и благодаря определенным движениям связанным с изменениями взаимоотношений костей черепа друг по отношению к другу, мы получаем воздействие на внутричерепное давление. Здесь мы говорим, остеопат работает только с корой головного мозга. если мы говорим о краниосакральной терапии, то краниосакральная терапия может лечить практически любое нарушение внутри человеческого организма. Остеопат нет, он работает только с теми проблемами, которые являются следствием изменения внутричерепного давления. Да, для наших детей таких изменений много, и следствие вот этого нарушения внутричерепного давления, это довольно большое количество проблем, с которыми вот сталкиваются наши пациенты и их родители. Поэтому остеопатия, как методика для наших пациентов, она тоже является прерогативой. И если мы с вами родители сталкиваются с остеопатом, который, скажем, там работает руками, ногами, конечностями, начинает их там дергать, тянуть и так далее, это не остеопатия. Это другой метод лечения, который называется кинезиология. Значит, когда я буду рассказывать вам более подробно о методах такого воздействия, мы будем говорить о том, что эти методики могут как бы вот соединяться, но они тогда и называются по-другому, когда элементы одной техники соединяются и работают с элементами другой техники и как бы лечение комплексное. на самом деле это лечение достаточно эффективное, но вот здесь очень важно то, о чем я говорю все время, это профессиональная терминология. Если человек говорит, вы приходите к специалисту и он говорит, что он остеопат и работает с остеопатическими методами и уходит куда-то кроме как от головы, то он не остеопат, он допустим кинезиолог, а если он этого не говорит, то он просто не понимает, что он делает. Что такое кинезиология? Кинезиология это часть, скажем, медицины, уже нормальной медицины, не только альтернативной, которая работает с мышцами. То есть это растяжки, это различные напряжения одной или другой группы мышц. И она действительно, эта методика нужна, особенно если это касается уже сформировавшейся патологии, ну скажем, каких-то контрактур, каких-то повышения каких-то мышечных тонусов на стопах, в коленях, в локтях, в шее, когда вот идет, скажем, такое заболевание, как кривошея, когда вследствие родовой травмы ребенок вот так держит голову или стремится ложиться на одну сторону, а на другую ему лежать больно. вот здесь очень хорошо, скажем, да, сочетание всех этих методик, включая кинезиологию, то есть растяжка, да, одна мышца зажата, другая мышца расслаблена, и нам нужно зажатую мышцу расслабить, а расслабленную мышцу напрячь, и вот здесь нам необходима работа с мышцами, не зная эту работу, не зная эту методику, мы положительного результата не добьемся. Соответственно, у нас уже, да, в наличии три специалиста, то есть крайне сакральный терапевт, остеопат, кинезиолог. В идеале, ну, наверное, я так надеюсь, что такие специалисты есть, хорошо, когда человек понимает все эти методики, он с ними знаком, он с ними свободно работает, он умеет чередовать и принимать какие-то решения индивидуально по отношению к каждому ребенку, потому что каждый ребенок это определенная методика. И вот я здесь опять же стремлюсь донести, достучаться до сознания родителей, когда соседка говорит, ой, мы были вот у этого специалиста, ты к нему сходи, он всем помогает. Если специалист всем делает одно и то же, то он поможет, ну, может быть, одному человеку из десяти. Ну, повезет, так совпадет, да? А другим не поможет, потому что каждому ребенку нужно подбирать отдельную методику самостоятельную, потому что даже при сходных клинических картинах, при сходных клинических проявлениях причина патологии может быть разная, и, соответственно, это приводит к разным вот к разным методикам. То есть, и мы с вами сегодня еще раз, да, ну, чуть-чуть подводя предварительные итоги, я вам хочу напомнить, да, что мы начинали с общего пакета. То есть, вот то, что я говорил в начале, мы делаем всем, потому что это, ну, скажем, общая схема, которая полезна всем, даже, даже если она не оказывает реальной помощи, скажем, при органическом поражении, она развивает ребенка и работает на его, вот, улучшение его состояния. Теперь дальше. Следующий пакет, это, как бы, вторая часть первого пакета. она заключается в работе с детьми более старшего возраста, то есть, где-то от шести месяцев и выше. То есть, что могут делать родители? Это очень важно. Это я прошу вас услышать и использовать в качестве методики. Это система развития мелкой моторики. Что это значит? Это значит, что с того момента, как ребенок становится способным осуществлять движения руками, чем старше, тем более тонкие движения. Что это значит? Ну, самые простые движения это пирамидка, да, то есть, одевание колец на какую-то палку, да, то есть, вот, да, здесь в чем суть? суть в точности. То есть, ребенок должен сделать движения такие, чтобы это совпало. Дальше, ребенок должен делать движения более сложные, а именно, там, что-то вас, что-то вдевать. Дальше, как только ребенок начинает брать что-то конкретно в руки, надо, но, опять же, будьте здесь осторожны, потому что сейчас я буду говорить о мелких предметах, это должно быть под присмотром взрослых, то есть, ребенку нужно заниматься следующим, ну, например, перекладывание мелких предметов, да, то есть, он берет предмет двумя пальчиками, это может быть, там, пуговичка, горошки и так далее, и так далее. Кстати, в русских сказках, ну, не в русских, а в детских сказках, вот, не зря Золушку заставляли разбирать горох от других там структур, да, вот она такая умная и выросла, поэтому, соответственно, вот, работа с пальцами мелкими, мелкая моторика, да, мозаика, конструктор, замечательные изобретения, с которыми вы должны заниматься с ребенком постоянно, он должен к этому привыкнуть, и он должен это полюбить, то есть, мы должны максимально усложнить ребенку задачу работать с руками, идеальные вот, как бы идеальный метод восстановления проблем, связанных с корой головного мозга, это лепка, начинайте с пластилина и кончайте глиной, вот, возвращаясь к опыту работы нашего центра в Петербурге, мы делали специально, у нас был цех по производству керамики, кстати, вот, в определенных, ну, когда собирается там группа вот таких детей, и, кстати, информация, да, для Давида, вот, что мы делали, чтобы совместить приятное с полезным, дети, страдающие тяжелые формы детского церебрального паралича, прекрасно работали пальцами, они создавали какие-то поделки, вот, потом эти поделки обжигали, получались керамические, ну, понятно, кто-то, у кого-то лучше, у кого-то хуже, неважно, даже какой-то круг с дыркой, вылепленный руками ребенка, он дает возможность вот именно вот этой мелкой моторике, кстати, потом из этих, вот эти игрушки и поделки мы выставляли на аукцион и родители, вот, получали какой-то семьи, ну, в те годы это было очень актуально, вот, получали какой-то определенный доход от аукциона, продажи вот этих вот поделок, потому что дети они должны вот-вот тут появляется неважно тесто, лепите пелемени, лепите все, что можно делать пальцами, вот, это должно быть постоянно, потому что это работа, которая, я расскажу потом все, которая стимулирует деятельность коры головного мозга, чем больше ребенок будет работать пальцами, чем больше он будет развивать мелкую моторику, тем, скажем, активнее будет восстанавливаться кора головного мозга, причем это должно быть, опять же, я повторю, это должно быть двуручная работа, даже если у ребенка одна рука работает лучше, другая хуже, соответственно, вы заставляете его работать больше той рукой, которая работает хуже, не забывая про более здоровую, да, поэтому, соответственно, вот эти вот все движения, здесь вы нет предела вот творческим процессом, да, вот вы можете, кстати, не зря говорят, что очень хорошее, ну, скажем, не развлечение, наверное, а очень хорошая вот штука это техника вязания, вот когда, да, не бойтесь, подключайте вот свою фантазию, да, если ребенок, скажем, способен, да, держать спицы и по возрасту уже понимает, приучите его к этому, научите его вязать, научите делать какие-то аппликации, и вот здесь смотрите, да, сейчас вы начнете, да, начну вас разочаровывать ножницы, это не мелкая моторика, ножницы работают очень однообразно, а вот когда вы руками что-то, допустим, вышиваете или складываете или составляете, вот очень хорошая методика развития собирания пазлов на самом деле, да, но это очень одностороннее, пазлы, они заставляют взять и положить, а вот когда мы делаем, скажем, составляем, допустим, конструктор, когда нужно поставить, завинтить, да, гаечку, когда нужно что-то вставить, это совсем другое дело, и вот здесь творчески нужно подходить к моменту работы с ребенком, единственное, я вас, да, наверное, скоро мы будем заканчивать, потому что есть вопросы, я вас настоятельно прошу быть очень осторожными, потому что начинать мелкую моторику можно очень рано, но обязательно нельзя оставлять ребенка одного, с ним нужно постоянно работать, потому что ребенок отвлекается, ребенку тяжело, они по-первыху устают, это тяжелая работа, причем это работа, которая может вызвать определенные проблемы по-первыху, даже в кааре может начать проблемы, когда будут болеть глаза, когда будет начинаться какая-то головная боль, дайте ребенку возможность отдохнуть и подключите снова, то есть это должна быть тренировка, вы должны, ну я скажу довольно грубо, но правильно, вы должны ребенка выдрессировать на любовь к этому занятию, вы должны его приучить, и чем раньше вы начнете, тем быстрее ребенок восстановится, ну, наверное, надо оставить все время на вопросы, поэтому давайте я прервусь и когда мы будем говорить о более подробно о методиках, ну там еще может быть что-то я добавлю по тому, о чем сегодня еще не было сказано, да, по времени там вопросы. Ну, уже, да, уже как бы долго, да и вообще я думаю, как бы лекции должны иметь ограниченную протяженность, потому что сложно усваивать так много информации. Ну, я не мог прерваться, это как бы все не должно. Да, переходить к вопросу. По крайней мере, логично. В наших рамках продолжительность лекции час-пятнадцать минут. Ну, вот как раз. Я уложился. Вопросы я жду. Я не вижу тут на экране, что тут мелькало. Я, честно говоря, мне некогда было смотреть. Ну, вот тут одна мамочка написала, что сыну неприятно, когда держит пластилин или глину. Такое лицо морф. Тесто сделать, чтобы ему было приятно. Дайте ему тесто. Дайте муку мешать. Ну, придумайте что-нибудь. Аркадий, а есть такая штука, кинетический, что ли, песок? Какая-то такая странная. Да, 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 песок, крупу. Это не просто песок, он как бы склеивается, то есть вроде песок, а с другой стороны он что-то Суть в чем? Суть в работе пальцев. Если это вот он там слепил, а он там руками вот так вот крутит, это не то. Вот здесь работа пальцев, вот должно быть. Почему пластилин? Потому что пластилина или глина, да, она вылепляется пальцами. Почему тесто хорошо? Потому что тесто месяца вот так, да, не надо вот так месить, надо месить пальцами. пельмени лепите, вылепляйте из муки, делайте пельмени не там кругленькие, а делайте из них фигурки. Ну, ребят, вы взрослые люди, у всех голова нормальная, что я буду рассказывать о... Придумайте что-нибудь, лепите, скажем, рыбок из пельменей, делайте из них рыбки, делайте из них зверюшки, космонавтик, ну, делайте что-нибудь, такое, чтобы ребенка заинтересовать. Аркадий, я еще, знаете, хотела спросить, вот вы сказали за ножницы, да, что они не развивают мелкую моторику, я вот что-то к Андрею пристала, у него моторика замечательная, то есть вот это все щипать, клеить, пластилином лепить, лего собирать, пазлы, все это он прекрасно делает, и пуговички, и все-все-все собирает, а вот ножницы у нас вообще вот прям руки-крюки, я что-то запереживала, думаю, может быть как-то тоже нужно в эту сторону его развивать, или просто он еще маленький, но ножницы, ну придет со временем, да и придет, или все-таки заставлять, чтобы тоже соображала голова как разрезать. Да, 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 надо развивать, потому что, видимо, определенные движения, есть затруднения, смотрите, на каждое движение работает своя группа мышц, и если какая-то группа мышц работает хуже, значит, эти движения, они будут отставать. Здесь мышцы мелкие, мышцы маленькие, вот, и если они где-то недоразвиваются, то определенные движения будут отставать, конечно, их надо развивать. Я поняла. Развивать это значит доставлять делать, говоря по-просто ому. Это показывать, как делать правильно, и не позволять ему делать неправильно, если он будет делать неправильно, от этого будет не польза, а будет только вред. Совершенно верно. Однозначно. А еще, кстати, девочкам хотела тоже идею подкинуть по поводу моторики мелкой. Сенсорные коробки, берем игрушки, которые нравятся детям, засыпаем в коробку манку, муку, горох, я не знаю, гречку, что угодно, и пусть они ищут во всех крупах игрушки, которые нравятся. против это издевательство над едой. Потом этот ребенок будет идти и видеть эту крупу и прочее на столе, и у него будет, мягко говоря, отсутствие аппетита, кроме всего... Песок, песок, используйте песок. Можно песок, да, брать, веточки какие-то, очень много вариантов, чего можно насыпать в эти сенсорные коробки. Но ни в коем случае не еду. Ну, что значит еду? Крупа, она еще не еда. Не еду. Можно взять фасоль, можно взять продукты. Слушай, оставь, не будь таким занудным. Аркадий, здравствуйте. Хотелось бы... Никаких пищевых продуктов для того, чтобы их портить. Тесто, конечно, замечает... Они не портятся. Готовятся потом. Они используют и не могут. Соответствует, это формирует, кроме всего прочего, у ребенка неуваживаются отношения и к процессу приготовления пищи, и к самой еде, и отнюдь не способствует его аппетиту. Скажем, это так. Люди свои комплексы могут оставить сами к себе. Это не должно вредить... Я считаю, что ты не прав. Это вот мое личное мнение. Не требовать, скажем, сухой горох или сухую фасоль. Во-первых, с ними ничего не станет плохого. Начнем с этого. Она не... Для данной ситуации она совершенно не нужна. Сухой горох с едой. Есть готовая еда и есть, скажем, сухой горох или фасоль. Замечательно. Свою точку зрения я бы сказал. Каждый может что-то сам. Ну, кто согласен с Давидом, используйте песок. Там, в конце концов, можно использовать процесс приготовления пищи. Наоборот, ребенок приучается к кухне, к процессу готовки. Но это в радость и, в принципе, ничего плохого в этом нет. Это он потом эти же пельмени сам съест и будет доволен и счастлив. Что он это сам делает? это вещь полезная. Конечно. Хотелось спросить, Аркадий, здравствуйте. У Айдоса, например, он пластилин, тесто, вот это все лепит, но ножницы, ножики, щипцы и маленькие ножницы вот это или у него само сохранение, он не держит, боится, убегает. Работайте сначала, работайте вместе с ним. Возьмите с его рукой и проработайте, как бы, сами приучайте. Это как раз то, о чем говорила Настя. значит, проблема, значит, эти мышцы... Как бы сказать, боязнь? эти мышцы работают плохо, это не боязнь, он не может, если он не резался, он не боится, ему просто трудно. Эти мышцы... Аркадий, это ребенок, который вполне может представлять себе, что он может порезаться, так что он может и бояться. Давайте все-таки в таких вопросах будем видеть основное. Основное – это цель, какая должна быть достигнута. Ребенок должен для своей жизни вот овладеть таким-то навыком. Страхи или еще недостаточная тренированность мышц – это нюансы, на которые нужно обращать внимание только в зависимости от цели. Нет, от этого зависит методика, которую ты здесь проводишь. не перебивай. А потом уже конкретное воплощение. И цель должна быть достигнута. То есть ребенок должен уметь. Очень часто встречается такое, что люди говорят, ах, он нет, он это не делает, потому что ему сложно. Или он этого боится. И ставить на этом точку. Это просто преступление родителей по отношению к своим детям. снимание с себя ответственности и так далее. Конкретно в обязанность родителей, правильных родителей входит помощь ребенку в формировании навыков, которые им будут нужны потом в течение жизни. Сделать его самостоятельным и действующим. Любые объяснения, они хороши, когда они не произносятся и не влияют на результат. Я добавлю, согласен с Давидом полностью, я добавлю, что не выработка навыков, она не связана с психикой ребенка, она связана с недостатком работы данной мускулатуры, поэтому это нужно тренировать. Соответственно, ну вот, воспитывать, тренировать, работать вот именно с данным навыком. А у меня вот такой вопрос. У меня Самуэль мой, например, вырезает аппликацию, он, ну как, вырезает не сильно хорошо, но вырезает, и другой ручкой держит вот эту же аппликацию, и он в то же время боится, он режет, но он боится, что он себя поранит. Я, например, ему ногти обрезать не могу как-нибудь в такой вот ситуации. Я пытаюсь ему держать, например, эту бумагу, когда он вырезает аппликацию. Первое держать, второе, если ногти ему обстригаются, сделает его снять? Делать? Ты имеешь в виду обстригать ему ногти? Нет, я имела в виду, он когда делает, вырезает аппликацию, он ее хочет вырезать, но он другой ручкой, когда держит эту бумагу, эту аппликацию, он убирает ручку, потому что он боится, что он сам поранится. Оставляй его не убирать, дай ему первое, дай ему ножницы с закругленными краями, от которых он не поранится, и специальные детские ножницы, которым очень сложно вообще пораниться. У него есть такие. Покажи ему, где должна быть рука, например, чтобы она не поранила. Действительно, если он будет держать прямо непосредственно около того места, которое он режет, он поранится, как любой человек. Покажи ему, что нужно держать, рука должна быть на вот таком минимальном расстоянии от того места, которое режешь. Это же элементарно. Ну и нужно с ним поработать какое-то время, пока он не привыкнет. Ну я с ним пробую, держу его. Значит, не так пробуешь. Пробуй, он должен уметь, все. он вырезает, но в то же время, например... объясни ему, что если ты будешь держать на таком-то расстоянии, то ты не порежешься. А вот на таком-то да, порежешься, и все. Хорошо, спасибо. И идти, надо им помочь, держать, возьми правильно рукой, иначе он не сможет делать ничего. Идти на поводу страхов... А ногти? Если ногти, вот он вообще, у него панический страх в глазах. ногти... Все, панический страх, не панический страх. Смотри, мы просто... Сказать ему, как ты себе ногти стрижешь? Мы просто его лично уже знаем немножко. Ты делала. Это надо обходить, преодолевать и прочее. Если ты будешь продолжать, он будет взрослый достаточно, как ИСФА тебе сказала. Если уже нельзя идти на поводу его страхов, это его основная проблема. Если ты будешь поддерживать, она будет. Если он будет знать через тебя, что вот это вот нужно сделать вне зависимости, боишься, не боишься, он научится делать так, что он перестанет бояться. Не надо поддерживать его страхи. Он уже взрослый, он многое умеет. Не надо его недостатки поддерживать. Хорошо. Спасибо большое. Аркадий, мне тоже вопрос можно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, в начале лекции вы говорили про плавание. Вот у меня такой вопрос. Вот вы говорили про маленьких детей, чтобы там как бы расслабиться, чтобы он расслаблялся в воде или в ванне. Как быть со взрослыми детьми, например, с пятилетними? Я хочу, например, чтобы Кирилл как бы вот эти вот может стимы даже уходили у него. Ну, так сказать, меньше стали стимы, чтобы он умел расслабляться сам. Хотел поводить его в бассейн. Но не знаю, как быть, потому что были в бассейне. Он как бы к воде нормально относится, но у него крики какие-то там, ну, то есть он кричит как-то, у него восторг. Но он это, так объяснит, но не может расслабиться. Как мне научить его расслабляться в бассейне? Я с ним сама буду ходить. Нет, начните с ванны. То есть его возбуждают объемы. Начните с ванны. Пусть он лежит в ванне на спине. Дайте ему игрушки, дайте ему там то, что его отвлекает. И пусть он просто лежит и расслабляется. Бассейн, он требует, ну, это возбуждает это как бы радостно, все это эмоции. Вот. Ладно, более камерно. И положите его там, дайте игрушки. Почитайте ему, расскажите там, песенку спойте в конце концов. Чтобы он полежал, просто вот получил, дайте там... Чувство невесомости, чтобы было так, что ли? Да, чувство покоя, чувство расслабления. Ага. Ясно. Я поняла. Спасибо большое за это. Так, тут вот в чате еще вопросы. Здравствуйте, доктор Аркадий. Дочке 4 года. Обожает играть с пластилином, тестом, песком, глиной и даже просто мокрая земля. Причем это все может часами продолжаться, может ребенка на этом занятии подвисать. Нужно ли отвлекаться? Не нужно. Можно чередовать. Нужно чередовать. И вот здесь не только вот эти вот там песок, глина и прочее, что лепится. А здесь вот как раз надо подключить, переключать на пазлы, на конструктор, на мозаику, на какие-то предметы, которые вот меняют движение рук. Переключать надо. Предложение с моей стороны, которое уже много-многократно применялось и показало свою эффективность. Любые движения, проявления, условно говоря, то, что еще называется стимами, можно их первое наблюдать, второе пытаться этому противодействовать, третье это вот то, что я предлагаю, собственно, то, что мной придумано, это использовать эти склонности, через которые появляется желание ребенка что-то конкретное там делать, переводя их в рамк как бы сознательной тренировки, конкретно ребенок не просто там копается, например, он должен с интересом что-то построить из того же песка, или он должен, например, делать какие-то действия определенное количество времени, которое определяется не им, а извне, а он должен это, он вынужден это контролировать, то есть ему его просят, к примеру, совершать какое-то такое действие, какое-то количество времени и не меньше, пока он, например, сидит, копается в песочнице, он привыкает, он не замечает, он теряет, он не воспринимает время, ничего, когда ему говорит, в песочнице, пожалуйста, ты будешь сидеть не менее 10 минут, задание такого, сейчас, например, 3 часа 10 минут, до 3 часа 20 минут, показывается, где стрелка там должна быть, ты должен сидеть и играть там. Слышится, может быть, по поводу некоторых проявлений несколько стран, но это изумительно работает, то есть предложение такое, с этими проявлениями не воевать, наоборот, их как бы полюбить, увидеть в них проявлений какой-то его потребности, жизненной потребности, и это использовать для его развития. При этом происходит в буквальном смысле не только развитие, но и извлечение тех причин, которые побуждают его совершение таких вот зависательных действий. Действия, имеется в виду. Закончили. Следующий вопрос про массаж шеи, про разминание мышц, Аркадий. Как долго его нужно делать? Можно немного поподробнее, для чего он? У нас на тему были лекции, что значит, как долго. Но обычно массаж, общий массаж весь делается, но где-то не больше получаться. Это зависит от возраста ребенка. Соответственно, маленький, то вообще где-то порядка 7-10 минут. Соответственно, шея там вот, несколько минут это делается. Если мы говорим за один сеанс, если мы говорим о продолжительности курса, то это надо делать достаточно постоянно. Там нет такого 10 сделали и все. делаем постоянно. Вот пока мы с ребенком работаем, это должно быть, что этим нам нужно, это нужно делать, с этим нужно работать. А как это делать? Ну, наверное, я не знаю, Настю, попросим, чтобы она дала ссылку лишний раз там, где я показываю, как это делается. Я все сброшу. Пусть мне девочки напишут, что надо конкретно, я скину ссылки. Дальше, что у нас тут есть? Тут вот пишут про мальчика, который безумно любит пластилин и очень здорово лепит. Вообще здорово. Моторка замечательная, дай бог всем. Так, следующий вопрос. Что делать, если ребенок берет пластилин постоянно в рот? как приучить насыпьте на него перцы. Ой. Не станет брать в рот. Делайте сами тесто, его делать 10 минут. Туда добавляется такое количество соли, что ребенок только языком притронется и больше никогда в жизни в рот это брать не будет. И к растителям натуральные, делать его нечего, и ребенку в удовольствие. Потом ребенку можете делать проблему на многие годы с восприятием пищи. Так это просто буквально. Я про пластилин говорю. Давид, я говорю про пластилин. При чем здесь пища? Настя сейчас говорила про тесто. Так, тесто пластилина, конечно. Конечно, говорю, каждый таракан все держит при себе. Это разные вещи. Знаешь, пища, она... Я знаю, это материал для развития. Все. Замечательно. Пищу не портим. Хорошо, Давид, я со своими идеями все больше не выступала. Такими не надо. Ну, будем считать, что это обмен опытом. Именно. Ну, это... Ну, вроде больше нет. Чего-то там у нас сегодня доктор Рима молчит. Там есть какие-то у нее дополнения, уточнения? Ау? Не-не-не, там, где лично это был, это вопрос про вот это неприятие материала, с которым она проводит. Я вам написала, что его можно просто так зреть. Я не слышу. Чего? Мне очень плохо слышно. О, звуками? А так? А так лучше слышно? Да, так хорошо, да. А я думаю, что-то вы на меня не реагируете. Я все выступаю, там какие-то эти реплики. Значит, там был вопрос у мамочки по поводу того, что неприятно работать с материалом. Я ей в личку ответила, что можно попробовать согреть материал. Иногда температура ребенку не нравится, как и в глине, и в пластилине, и в, предположим, кинетическом песке, тогда они как бы реагируют на именно температурное воздействие. А все остальное... И потом есть еще момент. Я не зря говорил про лепку. То есть, когда ребенок видит результат своего труда и понимает, что он этим доставляет радость, скажем, да, ну, допустим, сделал, как подарок, там, маме на 8 марта и подарил. И мама довольна и счастлива. То есть, не просто он там перебирает, да, а он, там, скажем, вот вылепил пельмени, вся семья съела его хвалит. То есть, должен быть стимул, стимул должен быть, да, вот он вылепил фигурку, пусть это будет там вообще непотребное что-то, но назовите это там, я не знаю, там, динозавром, и вот поставьте на, там, на полочку, что вот он это сделал, что вот, то есть, результат должен быть. Почему я говорю, что мы сделали, вот, печи и лепили, и люди, дети понимали, что они, вот, делают что-то полезное, что им это в радость. Именно результат должен быть, не просто он перебирает, просто перебирать, если вам дать перебирать, вы через два дня там это все дело выкинете в помойку, а результат должен быть. Ну вот смотри, то, что касается, например, продуктов питания, там спорный вопрос, который обсуждался, я очень часто использовала такую историю, как, например, перебрать гречу, да, то есть не поиграть с гречей, а, например, выбрать черненькие, рассыпаешь на столе, да, и выбрать только черненькие, нехорошие какие-то там, эти зернышки. Та же самая мелкая моторика, но ребенок участвует во взрослой ситуации. Правильно, и результат, да, вот кашу сварили, вот чистая каша, благодаря тому, что ты вот поработал. С рисом то же самое можно делать. То же самое, то же самое с фасолью можно делать. Тут, в общем, все зависит от действительно того, что мамы как бы, где допустят, и где потом не жалко убирать за ребенком. Всегда начинается с того, что отойди, ты мне, типа, мне за тобой убирать потом много. А так, да, мука, то же самое, это действительно тесто перемешивания. Это они всегда очень любят. Всегда был отдельный комочек, из которого лепился какой-то там пирожок, и который потом все, значит, ставили в центр стола. Глазки, носик, ушки. вот это очень важно. Именно результат. Ну, разнообразьте там, суньте в какой-то там пирожок, что-нибудь, вот, для счастья, там, скажем, да, вот это. Ну, это можно до бесконечности придумывать. Тут я даже не буду всевозможные варианты пересказывать. Ребенка надо увлечь, но вот главное для того, чтобы не было вот скучно, чтобы это часами монотонно не делалось, должен быть результат конечный, вот что говорит Давид, да, построить что-то, вылепить что-то, вот, чтобы это было видно, чтобы это было, ну, эмоционально для ребенка, как бы, вот, чтобы его поддержали, чтобы это была польза. Да, хорошая идея. Ну, это реальная идея, тут нет никаких сложностей. Нет, отлично, действительно, то, что должна быть цель, это очень важный момент. Само собой естественно, это не важный момент, просто само собой естественно. мы просто утеряли естественность во многих вопросах, и в этом-то основная сложность. А это естественно, оно всегда такое было, естественно, и в прошлом веке, и в позапрошлом веке, когда дети... когда дети в пять лет уже понимали, что там у них есть младшие братья и сестры, за которых они отвечают, и они должны это делать, это их обязанность, это совсем другой расход. Заканчиваем тогда? Ну, если вопрос нет, то да. Да, последний вопрос есть у кого-то, очень нужно спросить. Ладно, всего доброго, вы всем пишите. Ну, если у вас вопросы, пишите в эту самую, в личку, или куда-то там, через Настю, как-то. Как-то пишите, конечно. Спасибо большое, доктор Аркадьев. Спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok